Добрый день! Рада приветствовать восьмой библиотеке колледжа искусств. Начинаем знакомство с нашим фондом. Вот около меня стеллаж, на котором расположены собрания сочинений. У нас есть собрание сочинений Глинки, Римского, Хорсакова, Чайковского, Шостаковича, немного Хачатуряна. Еще у нас здесь абонемент, кафедра выдачи. Здесь же находится стеллаж с новинками периодики. Мы получаем новые журналы, они выкладываются вот сюда. И желающие прочитать их, читают, берут на формуляр и смотрят. Здесь расположена учебно-методическая и научная литература по разным инструментам. Она получилась в открытом доступе. Тут фортепиано, разнообразные инструменты, рок-музыка и полочка духовной музыки. Далее. Первый наш стеллаж с нотами – это детская музыка. Детская музыка у нас очень востребована, потому что студенты квалификацию получают как педагоги. Здесь детская сельфеджио, фортепиано для детей, детские хрестоматии, библиотека пианиста, детские песни, детские хоры, детские постановки, музыка к детским мультфильмам, музыкальные сказки. Ну, например, вот вкатка «Алиса в стране чудес» на словам и музыку Высоцкого. Такие вот у нас есть клавиры. Теперь мы переходим к самому главному. Основной формат любой библиотеки музыкальной составляет клавиры. У нас здесь расположены клавиры оперы и клавиры балетов. Клавиры очень востребованы, поэтому мы постоянно их обновляем. Покупаем новое. Например, вот недавно «Чио-Чио-Сан» было приобретено. Или вот, например, недавний жюбиляр «Прокофьев», тоже «Любовь, которым апельсином» – новинка в нашем фонде. Также мы покупаем литературу на иностранных языках, на итальянском. Вот, например, «Банон» на листку «Пучини» на языке оригинала. И «Золушка» на стихе оригинала, на итальянском языке. Дальше мы смотрим. У нас здесь огромный большой стеллаж. Это ноты. Ноты для разных инструментов. Здесь вокально-симфонические ноты. Это джаз. Джазовая фортепиано, джазовая гитара. Дальше у нас здесь духовые инструменты. Это фагот, валторная, саксофон, труба. Далее. Вот, вле это еще. Дальше идут у нас щипковые инструменты. Гитара, балалайка, домра. И смычковые. Контрабас, скрипка, альт. Ноты для баяна. Ноты для аккордеона. Дальше у нас разнообразные ансамбли. Духовые струны ансамбли. Камерные. И оркестры. Партитура оркестра. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Что пользуется. Так, еще у нас есть целая полка ноты. Очень редкие. Они были подарены из разных источников. Но, вот, являются редкостью. Вот, допустим, Ленковала за... Такая красивая картина. Издана еще давно. Или, вот, допустим, Вагнер и Увертюра. К Тристану и Золье. Вот эти полеты вот так. Тоже, говорим, про партитуру уже. Литургия Чайковского. Ну, это старинное издание, например. Также у нас очень большой фонд книг. У нас очень хорошо укомплектованная, хорошая библиотека художественной азиатуры. Русская и зарубежная. Гроботургия. Там поэзия. Это все художественная азиатура. Дальше у нас литургия по разным отраслям знаний. Допустим, психология, философия, этика, эстетика. Все это и есть. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот издание для театралов. Театральная митература. Но она не застребована, потому что они к нам не ходят. Теперь книги. Вот книги по музыке. Это музыкально-теоретические издания. Разнообразное строение музыки. Там композиция. Дальше будет история музыки. Книжки начинаются по истории музыки. И там продолжаем. Это все учебная литература по музыке. Персонарий композиторов. И вот здесь вот локальная музыка. Здесь тоже есть очень много интересных вещей. Вот из последних приобретений. Опера Италияна. Тоже рекордные издательства. Наши новинки. Здесь бокалы как зарубежные, так и русские. И вот здесь находятся хоровые произведения. Коробка разная. И теперь мы переходим к самому большому фонду. Это фортепиано. Фортепиано нот, конечно, их очень много. Здесь симфонии, приложения для фортепиано, концерты и авторские произведения. Начиная там от Альбиниса и заканчивая Щедриным. Вот, все это у нас фортепиано. Тоже могу показать новинки, чтобы пустынули, да, мы приобрели. Вот, чудо-картины Рахманинова. Новое приобретение. Мы находимся в нашем читальном зале. Как вы видите, у нас есть места для работы студентов. У нас есть два компьютерных места. У компьютеров есть доступ в интернет и программам ЭБС. Дети могут работать в удаленном библиотеке. Так, наш фонд открытого доступа включает в себя разнообразные энциклопедии, стеллажи, словари, справочники. Ну, например, вот языкознание, литературоведение, психология, мифология. Ну, больше всего, конечно, у нас энциклопедии, словари по музыке. У нас есть фонд кривейческой литературы. Это разнообразная литература о городах, о самой Тюмени, Тобольске, о истории Тюменского края. Так, и, конечно, труды преподавателей. У нас есть труды Лёзины, труды Гёмины и другие композиторы. Так, а это наши журналы. Более двух тысяч. Они тоже в открытом доступе. Можно читать. Фонодека у нас состоит из видеокассет. Вот. У нас есть много CD и DVD дисков. Также у нас есть грампластинки. Их четыре тысячи, которые содержат уникальные записи опер, инструментальных произведений. Иногда даже, в общем, вот в исполнении авторов. Допустим, у нас есть пластинка Рахманинова с исполнением его концертов. В нашем читальном зале у нас есть свой стеллаж для выставок. Выставки регулярно обновляются. Сейчас здесь стоит выставка «Слов русских золотая рост» и посвященная дню славянской письменности. Дорогие читатели, мы ждём вас в нашей библиотеке. Приглашаем преподавателей и студентов активнее пользоваться нашими гагатыми фондами. Надеюсь, вы найдёте все ответы на ваши вопросы и нужные вам ноты, произведения, информацию о композиторах и произведениях. Продолжение следует...